Недавно в поисках чего-нибудь интересного на Алиэкспресс я наткнулся на вот такие батареи для электровелосипеда. И пугает больше всего не то, что кто-то их даже покупает, соблазняясь на огромную емкость за эту цену, а наличие хороших отзывов, из-за которых еще большее количество людей может оказаться обманутым. Я даже находил несколько видеообзоров, где люди реально удивлялись, чего она так мало едет и при этом еще и греется. Поэтому я решил записать это внеплановое для себя видео с целью предостеречь от покупки таких батарей. И сейчас я расскажу, что с ними не так и как распознать, что нам втирают какую-то дичь. Для примера возьмем эту чудо батарею на 36 вольт и 100 ампер часов. Ее стоимость всего 4,5 тысячи рублей. Итак, смотрим описание. Здесь написано, что батарея собрана по схеме 4 параллельно и 10 последовательно. Всего в ней 40 аккумуляторов формата 18650. Параллельное соединение увеличивает емкость, а последовательное напряжение. И по напряжению здесь все в порядке. 10 последовательно это действительно батарея на 36 вольт. А вот поделив заявленную емкость 100 тысяч миллиампер часов на 4, получается, что каждый аккумулятор должен иметь емкость 25 тысяч миллиампер часов. Было бы, конечно, неплохо. Но реальность такова, что аккумулятор формата 18650 физически не может иметь емкость больше 3,5 тысяч миллиампер часов. А высокотоковые вообще ограничены тремя тысячами. Таков предел технологии на сегодняшний день. Поэтому в лучшем случае батарея такой конфигурации 10S4P могла бы иметь емкость 14 тысяч миллиампер часов, то есть 3,500 умноженное на 4. Но вернемся к ее цене. 40 штук нормальных аккумуляторов емкостью 3300 миллиампер часов стоят около 8 тысяч рублей. Ну, допустим, на внутреннем рынке Китая подобные стоят дешевле в два раза. Почти как стоимость самой батареи. Значит, такие там стоять точно не могут. Получается, емкость этой батареи даже меньше 13 ампер часов. Идем дальше. 40 штук самых дешевых отличных аккумуляторов на 2600 миллиампер часов стоят около 4,5 тысяч. Китайцы могут их купить также в два раза дешевле. Так может быть там такие, и тогда емкость батареи получится хотя бы 10 ампер часов. Но батарея не состоит из одних аккумуляторов. Нужно прибавить в стоимость плату защиты, никелевую ленту, провода, разъемы, держатели, обертку, оплату труда, да еще и зарядное устройство. А бонусом бесплатная доставка в Россию. Ну, просто аттракцион не слыханой щедрости. Я не говорю уже про комиссию Алиэкспресс и прибыль, ради которой это все затевалось. Поэтому вполне вероятно, что собрали ее из вот таких аккумуляторов по 20 центов за штуку. Такие обычно используются для радиоприемников и часов. И тогда ее емкость получается уже не более 5000 мАч, то есть в 20 раз меньше заявленной. А это уже больше похоже на правду. Кстати, в описании продавец сам неплохо палится, указав, что зарядкой на 2 Ампера батарея заряжается всего за 4 часа. Просто чудо дивное. И я не сомневаюсь, что даже быстрее. А вот еще похожий пример. Здесь продают одну и ту же батарею, но по разной цене. Чем больше нарисована цифра, тем дороже. А вот такая же вообще за 3000 мАч и тоже с бесплатной доставкой. Стоит ли покупать такую батарею? Однозначно нет. Ведь расчет здесь на то, что вы не сможете ее вернуть продавцу. А учитывая, что в нее напихали, то даже мотор на 500 Вт будет для нее перебор. Она будет перегреваться, а это уже небезопасно для вас и даже чревато пожаром. И таких фейковых батарей на Алиэкспрессе полно. Обычно они все под разными неизвестными брендами и с примерно одинаковой дешевой ценой. Но как вы понимаете, наклеить можно все что угодно. Я смотрел еще один видеообзор, где человек утверждал, что его кинула литокала. И мне непонятно, чего он вообще ожидал, покупая батарею на 20 Ач за полцены. То есть за 6000 рублей в неофициальном магазине. Черный список левых брендов я разместил в описании к видео. Напишите в комментариях, какие вам еще попадались, буду добавлять. А если вы хотите прикупить батарею на Алиэкспресс, но не очень в них разбираетесь, то хотя бы выбирайте магазина со значком «Надежный бренд». Узнайте, из каких элементов собрана батарея. Затем разделите общую емкость на количество параллельных аккумуляторов. Для формата 18650 цифра не должна получиться больше 3,5 Ач на аккумулятор. Для 21700 не более 5. Иначе перед нами 100% фейк. Так что читайте внимательно отзывы, описания, ищите любые несостыковки. Ну а наверняка знать, из чего состоит батарея, можно только собрав ее самому, о чем, кстати, на моем канале есть видео. Ссылки на нормальные батареи и аккумуляторы, как всегда, в описании. Пишите комментарии, если будут вопросы, постараюсь ответить всем. И благодарю за просмотр.